МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех. Это новости Дагестана. С вами Махач Курбанов. Мы по-прежнему работаем из дома. За минувшие сутки в Дагестане от коронавируса умерли 24 человека. Это рекордный показатель официальной статистики за все это время. Количество подтвержденных смертей от COVID-19 в регионе достигло 65. Также за последние сутки специалистами выявлено еще 109 случаев заражения COVID-19. Всего в республике зарегистрировано уже 3855 заболевших. По общему количеству инфицированных коронавирусом республика находится на пятом месте среди всех регионов России. Муфтия Дагестана продолжает оказывать помощь медработникам, оказавшимся на передовой линии борьбы с коронавирусом. Накануне делегация в Духовесово о главе с заместителем Муфтия Мухаммадом Майрановым посетила Хивский район. Представители религиозной организации привезли в центральную больницу кислородный концентратор, который крайне необходим для лечения больных с пневмонией, вызванной осложнениями коронавирусной инфекцией. Также врачам передали необходимые медикаменты и продуктовые наборы. Сюда обращаются и поступают, чтобы получить лечение. А чтобы получить лечение, конечно, должны иметь и лекарства, в том числе вам большое спасибо, что вы тоже привезли. И это большая помощь нам, которую больные должны получать. И надеюсь, с помощью этих же препаратов наши больные выздоровеются. Также Мухаммад Майранов обсудил самые наболевшие проблемы последнего времени с главой Хивского района Ярметом Ярметовым, который дал высокую оценку работе Муфтията. Конечно, слышал по СМИ практически везде, по всему Дагестану, что оказывается помощь. И последнее выступление Ахмеда Аджи показывает вообще для меня откровение. Когда говорил, что мы закрываем долги в магазинах, в аптеках. Это был, наверное, такой сильный жест, сильная помощь, которая на сегодняшний день оказывается по линии духовенства. По завершении встречи Ярмет Ярметов поблагодарил гостей за визит и за оказыванную поддержку. Турция направила в Дагестан помощь для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадалу». Сегодня грузовик выехал из Анкары. Республика получит защитные принадлежности, медикаменты и аппараты ИВЛ. Общая стоимость отправленного товара – более 2 миллионов лир. В российских рублях – это более 27 миллионов рублей. Медицинские учреждения республики нуждаются в средствах защиты и лекарственных препаратах. Об этом нам сообщили представители чеченской общины. Наши действия координируются с администрацией президента, Минздравом и Министерством иностранных дел. Сегодня мы отправляем на Северный Кавказ партию медицинского груза. Груз включает в себя 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок респираторов с фильтром, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысячи защитных очков, а также медикаменты, 5 аппаратов ИВЛ турецкого производства и дезинфицирующие средства. Тем самым число стран и регионов, которым в борьбе с COVID-19 оказала медицинскую помощь Турция, возросло до 29. Оказаться на карантине в больнице страшнее, чем дома на самоизоляции. Даже если человек допускает, что заразился и наблюдает схожие с опасной болезнью симптомы, он предпочитает, как правило, вначале лечиться самостоятельно. Люди хотят избежать любой ценой встречи с больничными коридорами и врачами. Наш корреспондент Алина Багилова пообщалась с врачом и узнала подробности госпитальной реальности. Героическая борьба врачей с коронавирусом набирает обороты, охватывая все новые уголки, становясь обыденным фактом повседневности. Медицинские учреждения, скорая помощь работают на пределе возможностей. Целые больницы перепрофилируются за неимение мест. Аппаратов ИВЛ не хватает, средств защиты тоже, из-за чего COVID-19 заразились сотни людей. На днях для пациентов с COVID-19 перепрофилировали еще одну больницу. Давайте узнаем, что происходит сейчас за стенами урологического центра и какая там обстановка у Дибердады Пасловича, главного врача Республиканского урологического центра, заслуженного врача Республики Дагестан. Пандемия превратилась в бомбу замедленного действия. Многие сейчас чаще проверяют температуру, боясь, что у них COVID-19. Но что делать человеку, обнаружив те самые симптомы? Чаще всего люди начинают искать рецепты от болезни на просторах интернета. Массово скупают лекарства. Что скажете по этому поводу вы? Много ли больных, которым самолечение не помогло, находятся у вас в центре? Действительно, вот более половины наших больных, которые у нас находятся, они занимались в начале самолечения. И потом, когда уже состояние становится тяжелее, и потом только обращаются они к врачам. Более 50% у нас таких лежат. А вот, конечно, я бы посоветовал нашим гражданам, чтобы мы занимались самолечением. И при возникновении первых же симптомов, такие боли поясницы, температуры, и другие такие, типа, на недомогание там. Надо обратиться первым долгим специалистам, врачам. Вот это я бы посоветовал. И не заниматься самолечением. Обратиться за медицинской помощью значит потерять трудоспособность, а следовательно и заработок. Многие рискуют здоровьем, работают до предела, употребляя обезболивающие, избивая температуру. Какие рекомендации дадите вы, если уж наши люди любят так заниматься самолечением? Поделитесь, если можно, вашей схемой лечения, чтобы деньги не были потрачены на ветер, и не было куплено много бесполезных лекарств. У нас такая схема. Первым долгом мы вот, Абрам, такими антикоагулянтами даем, противовирусные препараты, антибиотики и улучшающие микроциркуляции крови. Вот эти назначаем мне сейчас. Ингавирин, там, потом циклоферон, потом это сами клинакс, это как антикоагулянты, курантил, это как улучшающая микроциркуляция, там, антиагрегантные эти препараты. И, значит, при высоких цифрах температуры, там, гихорадки, там, все, мы даем им миропинабол, там, все, и максицеф, там, сефтриабол, там, вот такие препараты мне даем. Дибир Пазлович, как у вас обстоят дела с наличием мест? Хватает ли коек для поступающих? Ведь еще недавно больницы были загружены до предела, а некоторые врачи отказывались ввести пациентов в медучреждение, ссылаясь на отсутствие свободных коек. Первый день мы приняли 47 человек. 47 человек. И второй день уже полное отделение, полная больница была, 83 коек. И трое находились в реанимации, в тяжелом состоянии. Клянусь, я вот посмотрел, вот, понаблюдал за нашими сотрудниками, да, и, понимаете, вот я это все сравнил, вот, начало Великой Отечественной войны. Первые две недели, действительно, так, это самое, были отсутствия, загруженности коек там, что вот последние 2-3 дня, я вижу, идет вот эта самая вот пандемия на спад. У нас вот сегодня тоже где-то наличие лет 10 мест есть сейчас. Вот, максимум обращаются за сутки 4, максимум 5 дней. У нас места наличия есть. У нас все необходимое, то есть проблемы, медикаменты, там питание прекрасное, там все обслужено у нас на высшем уровне все. Лечением довольны, проблем нет, уход хороший, все нормально, идем на поправку. Это приятно слышат от больных. Спасибо большое, Дибир Пазлович, что нашли время для нас в это непростое время и поделились информацией, которая действительно волнует многих людей, и, возможно, она им поможет. Спасибо большое. Вопрос в том, насколько хватит терпения у людей и сколько продлится особый режим. До конца мая, до лета или до осени. Экономическое неравенство, пропасть между бедными и богатыми на фоне пандемии только расширяется. Экономически необеспеченные слои населения вынуждены продолжать по-партизански зарабатывать себе на жизнь, прятаться от системы здравоохранения и воспринимать любые ограничительные меры в штыке. Уже трудно разобрать, кто всему виной. Система здравоохранения, власть или сами люди, которые игнорировали предупреждения, пренебрегали самоизоляцией и не верили в тяжелые последствия болезня. Жители дагестанских сел могут приобрести жилье в кредит на выгодных условиях. В республике начался прием заявок по льготной сельской ипотеке. Льготная сельская ипотека по госпрограмме предоставляет возможность ее получателям направить деньги на приобретение квартиры или дома в сельской местности. При этом годовая процентная ставка установлена Минсельхозом России в размере 0,1%. Разницу между рыночной и банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 5 миллионов рублей. Он предоставляется сроком до 25 лет. Единый государственный экзамен в России начнут проводить 29 июня. Об этом накануне сообщил Владимир Путин на совещании по вопросам системы образования. Напомним, ЕГЭ в этом году будут сдавать лишь школьники, которые планируют поступать в ВУЗы и по тем предметам, которые необходимы для зачисления. Остальным ученикам оценки в аттестат должны выставить и на основе годовых. Президент отметил, что школы должны помочь выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Что касается всей системы образования, то никто не рассматривает полный переход детей на домашнее обучение. Школы и ВУЗы после падения заболеваемости продолжат работать в стандартном режиме. В Дербенте началась весенняя призывная кампания. Согласно решению министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции, в призывных пунктах введены повышенные меры безопасности. Массовое скопление новобранцев будет исключено. Для этого составлен график посещений. Призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и будут проверять бесконтактным термометром. На призывном пункте практически находится не более семи человек. Для того, чтобы соблюдать социальные дистанции, проходят после этого. Практически для того, чтобы пройти одному человеку, необходимо один час. Из этого мы стараемся делать так, чтобы... Одному человеку, да. В день, получается, мы проводим 25, максимум 30 человек. Больше не сможем провести. А сколько призывников в этом году? Призыв у нас на сегодняшний день пока не поменяли. 465 человек мы должны подать. Еще один дагестанец в UFC. Контракт с ведущей мировой организацией подписал Тагир Уланбеков. Обладатель титула российского промоушена Gorilla Fighting Championship в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков, воспитанник известного тренера Абдулманапа Нурмакомедова, выходец из селения Дылым Казбековского района. В своей карьере провел 12 профессиональных поединков, 11 из которых он выиграл. Единственное поражение Уланбеков получил в спортном титульном бою с Жалгасом Жумагуловым на турнире Fight Nights Global 88. К слову, бойец из Казахстана также является дебютантом UFC. Поэтому, уверены специалисты, поединок реванша может вызвать большой интерес у публики. Это все на сегодня. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин